закончил если он захочет продолжить обучение он всегда ну да он как бы опять станет школьником то есть это жизненный школьник круговорот замкнутый круг как человек который не окончил вышку он вечный студент ну да это вечный школяр это хускар уходит в бан интересный поворот как будто бы велджиниосос пикают хускара у нас каждый раз не видел и я не раз не видел артизи на хускаре ни разу не видел в жизни да он сам себя не видел возможно ни разу скорее четвертый банк для веги сквадрон тускар все еще не в пике бане мне кажется века хочет его сейчас взять но забанить от любого героя взять тускара потому что тускар у них очень хорошо играет притом у них на тускаре играют сразу несколько человек и маг и соло оба очень неплохи писема в случае надобности умеет играть на этом персонажа точно это дазл пока что ну и мы имеем нереально сильную линию от веги ну потенциальная сильная линия саниска откуда-то пойти либо же две какие-то даблы да тоже не слабые да мне кажется как раз таки тускара или что-то схожие будут добирать вега во флэйн и будут брать еще сами кэри на миду какого-то персонажа который может именно дэмэдж с руки наносить возможно там пларка возможно эмбер спирит наберу тяжело здесь будет ну хотя бы и нет не совсем контраем беру эмбер довольно ловко уходят блин я что-то мне подсказывает что я в том что это будет опять бэйн с 0 талисманом который придет к тебе на центр назад тут надо брать какого-то спамера который все-таки может формить виндранжер да или на может быть все таки хотелось бы дэс профит верить но вряд ли вот виндранжер хороший вариант я почему-то думаю что именно и они возьмут минут хорошо на ней исполнял смотри как задумался питер дагерок понятное дело третья карта все-таки битва за топ-6 минимум ну да и вообще здесь неприятно будет падать до 10 на шарит два сила есть неприятно хоть и не убеги ну и призадумался семён кем же ответить кем же ответить но теперь бы и ну тяжело будет мид приходить мешать потому что аппарат плюс один керри против даблы допустим он даем тускар это совершенно не борец если там будет аппарат папана легкой это вполне ну если свопой то дальше может быть но все равно этого аппарата можно забрать быстро и никак не страдать от клубы на первом втором левеле нормально так улыбается все хорошо у ребят из вегин любители кстати помню квапу на легкую поставить еще даже когда фир на кэри играл частенько мы видели этого персонажа на легкой линии да был такое пришли эти идеи кстати из китая может бон флетчер для evil джинниаса маловато кэри потенциала маловато значит нужно что-то потяжелее смотрится 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 достаточно на забанили все правильно сделали вега забирает свою в руку вполне читаем как хороший оппонент против потенциально квапы и бэйна вообще имея парейшина бэйна и как бы на линии очень сильные савороты можно брать жадных кэри достаточно жадных ну да есть в юге все карты в руках же кернаут но не очень жадный да и вообще не очень хороший следу вообще повременят сейчас вегас кэри должен быть сейчас герой для юниверса да это возможно почему же точек так не в почете в этой игре казалось бы там уже есть связка виндрейнджеры можно людей прятать из под нее при том сразу двоих можно прятать от всех скиллов гирокоптера драгонайт нами для егэ был бы не дурен потому что ну против аркин вполне сносно стоит по-моему какой-то тусик для егэ просто куда угодно был бы не неплох но естественно оффлейн да потому что если посмотри ни одного стана точно смотри тусик и тогда нужно какой-то супер хардкерри этим егэ и в мид ставить я про это и говорю что нужно что-то пожалея боника надо но тускар по-моему все-таки хороший герой не непонятно почему он игнорируется здесь опять же по-моему против виндрейнджер тускар это один из лучших персонажей то что и все эти рандомные шекла можно пик сетельно ты прятишь от шеклов зато не работает не как твой сигил на варку она под виндраном быстро бегает фокус файра все равно что извините под виндраном она кстати но это бестмастер но это бестмастер для егэ нет тускар но вот как разов герой для универса это тоже вариант который естественно был короче еще драгон остается драгонайт для его но забанят его вега но как-то он не знаю читает а будут ли вы банить нет не будет здесь драгонайта вега мне тоже не нравится замуж я может помочь смотрю твоих героев смотри в моих героев смотрю и кого-то тут видишь вообще вообще джаггернаут меня напрашивается в этот весь пик от яга не станчик ну дка мне прям вот я прям хочу его увидеть здесь очень хочу мне на ресторах хочешь там еще и тоже не против видитесь дка мальчик закончится закономерной победой веги на самом деле еще на месте велджиниус с я бы подумал о хаус найти палочка моя сыграет но тут гиры есть шоколаде гира гира хаус найт там не с ну вообще нормально это делал что гера как бы контрил контрит все холезионистов но все-таки не вполне но не так сильно чтобы прям совсем тусика забанили егэ у веги теперь нужно думать над вторым героем кондайингу в сложную если не так собирались идти на ком мак играет склоккверк но не успел мак умеет играть на всех героях клоккверк магнус но это тяжело вот это тяжелый выбор но сейчас будет трипла от веги для чего-то кажется сложная и будет а блин такой замес несмотря на аппарат на антимаг все-таки не такой сильный герой там андаинг гирокоптер ну что же начинается третья решающая карта вега сквадрон против evil джинниус сдержим кулачки за наших парней и передаем слово нашим комментатором вова просто давайте иван ну вот и настал он момент истины в этом матче 3 решающая игра антимаг от артизи паша садится на своего родного гирокоптера и нас ожидает очень интересная игра самых первых минут судя по таким пиком согласно бы полностью матч который решает очень много в рамках поэтому давайте все наше внимание быть просто приковано к этой игре посмотрим кто же окажется сильнее вега но он играет на винд рейнджер сумма надо зле соло играет на андаинге в хард линии у нас отправляется кстати говоря паша я хорошо играю на гирокоптере а мага оставляют на легкой как и сказали аналитики ты хорошо играешь ли пашу так ладно егэ фир играет нас на бэйне смайл будет катать на queen of pain юниверс на бестмастере что париж у нас конечно же в руках капитана команды в джинниусе как питера даггера и кого-то мы потеряли или универс артизи фир но я честно говоря ну короче вы видите все на своих экранах вы знаете кто куда пойдет тут я думаю не секрет абсолютно так и мы сами видим что действительно бегу какая тут какую-то агрессию собрались проявлять на оффлейне так понимаю ну тяжко будет клокверку против бестмастера он стоит на легкой это всяко лучше чем против триплы а вот антимагу будет невероятно тяжело справиться с гирокоптером с поддержкой такого героя как андаинг и еще и с дазлом вообще линии смотрятся на этот раз у веге классно здесь в эрка против клопы хорошо ну кроме нижней линии ну нижней линии все равно хорошо потому что она легкая и клад вверх там быстро вынесет шестой он сможет врываться в начале это с этой позиции там с этой позиции входит ставит коги побежал кабан кабанова цепляет это будет долгая долгая погоня нам просто уж спокойно нижнюю руну забрали дикой они стали провоцировать противника на руне верхней но вот действительно вопрос вопрос такой как же будут реагировать и гэс сейчас на тревогу агрессивно они уже среагировали артизи отправляется вниз ну довольно верное решение получается теперь вопрос к вега а будут ли они теперь реагировать такую смену линий то есть пытается не стопнуться оптимально в такой ситуации перед перетянуть одного героя потому что все равно гирокоптер плюс один слишком сильные на миде ну можно помочь на миде можем побольше снизу в любом есть вариант просто к магу кого-то суппорта приставить чтобы гонял артизи она будет сработать деньги вообще маг тут и один должен справляться ну вот сейчас потянется сзади что парышный могу может быть больно не уходе были коги уже в откате так 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 вот чилинг тачку какой-то сейчас не смутил она брейка нет и чилинг тачка в откате еще тоже личных тач в откате он давал его на мид уже перетягивается вот у нас он даем заходит на мид и видимо будет нас на контактной линии снизу стоять хорошая линия для него ну или вначале поможет на миде потому что как мы видим когда на уану ну дают пространство у него всяко получается лучше хотя потому что игре тяжело так было сказать там еще проблемы были колоссальные ну просто для того чтобы начало было более-менее равное согласно по института самый неприятный суппорт статова этого который будет мешать мидеру противника и вот как компенсацию взяли соло помочь вызвали на этом свои дикие на стакал их огромное количество уже шесть вот у него бафов висит афир то страдает афира малых поиск от вас всего лишь поваршот но и слип но вана и не забрали из бейна даже по модельки анденга видно насколько она большая своровал много силы не собрать порядка 2 анчат от манкова соло видимо хп реген хорошие еще и хилинг сэлзи визуально в общем то пока они тут снова нам справляются смоил конечно крипов там старается добивать но не такая уж и простая линия все это приводит к тому что в целом теряют мидера у нас скрип статус маил и ну ладно но кэри стоят очень хорошо вот паша например 12-4 данте маг 10 на 3 ну да паша пытается каким-то образом держать на институте без а это заходит антайнка и вот двое встречают соло понял что не по шансам залетает артизма на брейка с чилинг тачи пробивает ставит стом стон переориентировал свой фокус с артизи именно на опустом можно заработать денег и оставил в покое антайнка ну да ну зато теперь чилинг тачи нет опять же соло свою задачу выполнил он позволяет стоять могу более-менее конечно монобрейк штука очень неприятная тебе на халяву просто вот выжигают ману но с другой стороны когда она заканчивается тебе не наносит дэмэджи что тоже при этом можно начинать отводить здесь на лайне и видимо за этим сюда соло и пришел начинает потихоньку вот у мага маны нету правда и хило и закончили ну да такое такое себе 500 монет может быть хочет не терпеть на боттл какой-то танки на поеде тоже нужны но с ботом повеселее можно будет пробудить разок и получше стоять на топе что у нас происходит фир подтягивается видит все ну тратцы не пошли вырос мастер пока только имеет первые топорики такой он себе боец скажем так опять же по сравнению с пашей который может рокот барридж второго уровня прописать так что войну ступать егэ здесь был бы не особо выгодно наверное ну и знаешь такой спокойный начало четвертая минута у нас нет фрагов даже такой суперская активность в том плане что-то там носил критический урон тоже нет почти тяжелая немного игра для клокверка с точки зрения хукшот он поэтому и качает ракету потому что ну смысла особого нету тебе здесь качать батарею антимаг от тебя спасается квопа спасается вот он до чего дожил очень классный кстати айтем с мп это конечно просто не решит а залетает верень на соло по чилинг тача пробивает соло не мп ничего нет он погибает фб для артизии еще немножко могу можно поставить так довольно дешевенько дешевенько забрали не очень хороший момент игровой знаешь это тот мелкий момент когда тебя убивает дабла из героев которых нет ни замедления не стану просто накинулись и убили опарейшн здесь очень сильный за счет этого прежде всего убили да тут нас юниорс динает крипов паши помешать никаким образом не получается ну он стоит пока что а вот уже не наравне с копой клопа ты его начинает обденаивать причем довольно жестко на и шатус траки бесконечным на ванну залетают неприятно совсем мотал то вроде казалось быть есть но его через курьера приходится заряжать руны контролица моего тоже неплохо вот часто не весь иллюзии 3 скрим без того штуца кстати говоря играется мою ну наверное правильно в данной ситуации но посмотрим хочет больше наносить урона вот именно с с бюрста будет запрыгивать заслипали гирокоптера не совсем понятно зачем ну как бы заслипать гирокоптера и помешать ему это неплохое решение но у тебя же все таки так вот западение на сему всем успевает дать грейв это паут сон стоит очень дорого кстати могли убить еще этого дозла сон успевал откатить но не решился этого делать продолжается у нас неспешный лайнинг за счет того что крипов можно отводить снизу и нельзя насколько смотри взял и сажал у тебя тот мага залетает на аппарата даже прыгать артизе ставится том стон детей то отлично вот вид хоть и заморозил нет это что просто никак нет возможности подцепить танте мага просто нечем он то есть без хоккшота его нашел закрыл красавчик маг куда то есть там видим аппарат рассчитан то что mp не будет а мага mp оказалось закрыл убил на артизе остается один без поддержки поэтому вступает в бой соло которые ставят дики и прогоняет вообще это манга это один из лучших артефактов против антимага когда у тебя маны нет он тебя не бьет но если тебе вдруг мана внезапно нужна ты просто съедаешь манга получается здорово а еще круто перед моновой да это же возможно но как правило в этой стадии уже там антимага ну как право манга уже съедаются до когда у тебя 6 но бывает и такое я думаю я на первых на первых приобретениях этого самого ультимейта там шестых уровнях каких-то так можно один раз сыграть и немножечко подпортить но это все такое это уже исполняется очень редко скажем так на топе . небольшая сцепили соло приходится маил дает скрим ставят томстоун соло дикей покажи приходит ваша соло бью довольно долго соло бы умирает из помощи фрейнсапа но паша расстрелит кампу убил юнивер тоже страдает минус 2 как дела у бэйна а у бэйна сейчас плохие дела будут то что у ван идет до конца фиру сбивает хилинг селф но у ван все в откатях больше соло забайти павершот он просто не хватило урода буквально еще один выстрел сделай но там никаким образом но это еще не все ракетка а я как это могло быть круто это было бы жестко если бы сейчас ракетка еще забрали хайлайт наверное был бы всего мейджора вообще в принципе хорошая перетяжка в очередной раз вега не стесняются перетягиваться большими силами в рачка соло слишком долго убивали и сумаил здесь не подрасчитал кулдаун блинка слишком он большой и его просто гирокоптер изничтожил это было похоже как первый карт там залетал моста данного он тоже залететь то залетела обратно вылететь не может а там немножко другая была ситуация ну я все жалею что не попал на ракеткой рабочий пассивок так что-то страйк мага маг коги ставит пытаться артисе на из блин на ход принципе пытался уйти до высказать в кусты за блинкался маг хорошо выигрывает время еще можно ракеты из память очень долго и и подфармливать и осложнять push вообще уже кукшот есть так что вот я думаю сейчас через базу куда-то можно топ или нами потянуться могут реализовать так на топе триггера героя убега сквадрон тут паша паша готов расстрелить крипов поделка не очень быстро будущий шадов по их от тазлика крипов смело и товар тоже будет падать есть глиф не юзается зачем-то можно было немножко времени выиграть но хотя бы гриф провязать а далее просто окна бег зарабатывать в день глиф на тир-1 юзать нужно в любой ситуации в этом патче ну да это поэтому главное что даже времени и смещение гирокоптера на легкую линию которая в принципе было читаемо антимагу тоже наверное смещаться потому что там всяко приятнее фармить гирокоптер пока что здесь один но когда к нему придут друзья друзья должны прийти правда ближайшее время друзьяшки где друзьяшки вообще тут пока что друзья маг не попал кукшот так это сейчас дазл не придет на помощь он сделал тп домой паша в тяжелой ситуации но нападать на него страшно потому что он может дать рассказ там 3 тп есть там 3 тп есть 1 тп уже пошло да и сразу прогоняет противника план перехват в исполнении мага артизи артизи и порядок на мага пленкуется ставится коки есть батаре ассалт а пути удаляется артизи немножко 6 пейдж это шот связывает артизи шок пошел нужно подкрыть его до конца артизи прежде без пинка и носку рода это летает . последний это фраг правду били в эрку через праймурор гирокоптер остался но теперь с липи стоит очень вовремя парень конечно получил жестой сумаил успевает уйти на блинке остается 200 кп сайт том-стоун сумаил дикий но есть на джипон и уходит уходит хороший размен для веги забрали антимага в размен на верочку все-таки чуть больше они выиграли сбили тайминг а ему но бегать с шестым лавалом парейшн и сейчас могут начинать уничтожать но они такие вот крутые комбинации причем комбинации с техники бесконтактного боя к называется ты подал где-то правило разлетает из бласту и папа и залега там sonic wave screen ну что не такое крутая стата то что антимаг только сверка 50 на 50 с дазлом ну чуть больше в плюс но остальным героям в этом патче он проигрывает такая вот но и кстати после группового этапа антимаг имеет топовый гпм см см а его с моим с моим с моим с моим с моим с моим опять погибает блин был подкать и угрался варился мак невероятен он успевает против антимага их вопы использовать свой кукшот да и очень эффективно получается даже без кукшота где-то находится соперников а все почему потому что мы смотрим внимательно антимага кинок пейн видим антимага блин прокачен только сейчас по второму родину только-только вам качал и клапа тоже только на ловле 8 2 раз блин зала ну клапы там вообще очень большой был данный антимаг вроде поменьше здесь 15 секунд здесь 12 много этого хватает чтобы ворваться кукшоте и там бам-бам-бам-бам ключом по главе давать в итоге теряют клапу и одновременно с этим теряют вышку снизу суммарно получается очень много золота в рк догоняет queen of pain антимаг отстает от гирокоптера клакверк опережает бестмастера зомби андайнга ну и вот только лишь даззл с опорычным ведут более-менее вровень смог сейчас важнейшее нужно выжить просто выжить либо кстати ну либо могу одному умереть смак вот лишнее движение в сторону противника будет как-то выходит на смерть свою правил орд айс блаф и бабахнет артизи нет на бахал про сроки добил без мастер получается ну хороший фраг для веке даже я бы сказал то что забрали сейчас клакверка но при этом теряют вышку в виде и еще могут успеть стянуться по дефить глифа жаль нет на ваше через фокус-файр на ван запирает будет и перетяжка движущий стал и стоп артизи сразу же на блинкаут знали что в рк и нвис вряд ли поведутся ой слушай слушай биф так артизи уходит на т.п. и остается юниверс который через две секунды появится т.п. но 3 т.п. пришлось завязать да и главный вышку сохранили причем вышку не просто сохранили а там много хп она имеет следующий раз можно еще будет за нее подраться снизу выход на сумаила колдал знает что опять блин в откате но третьем уровне уже прокачки смейл понял да что в этой игре что-то идет не так и две смерти у него были краски из-за того что блинк отсутствовал поэтому вкачивает для уже пора очень не шаду страйк же ему качать маг находит антимага и queen of pain антимагу нужно валить ракетку шоу маг до конца на кукшоте дикей пошли артизи откат блинка еще четыре секунды пытаться нужно как-то его забрать есть ингрид на пашу а из бласта залетайте кей перед этим талира ска слишком сильный для паши паша не справляться погибает соник бэй такой себе получилось только размен один-в-один драка продолжает четыре героя вега с квадро он держится вместе фир себя заслипал фир но его нужно здесь убивать да все мы на себя слип перенял и спокойно бэйнер терзали получается два в один размен в пользу команды вега но они забирают двух саппортов в размен на хэри клопа дала ультимейт дала скрим дала все провязала 169 в рот хоть 69 необычно да это дни пачка маловато для кэновой чуть-чуть совсем даже у нас тут немножко заигрался ох я сейчас в поиск точим есть конечно немножко жареных гвоздей залетела сейчас в лицо антимагу на потайс бас и те смотри на носим а уже все он научился Все, видит и теперь уходит Уже после игры с инвокером они читают Но я думаю, что это далеко не последний такой спорный айс-бласт От которого нужно будет стараться увернуться Птица бестмастер, конечно, дает мап-контроль хороший И в целом у ЕГЭ, посмотрите на их вижн У них стоят ворды во вражеском лесу Сверху висит птица Видят абсолютно все Но и у веги ворды такие довольно хитрые Один из них И вот он сейчас закончился Нужно поставить что-то еще Потому что вижена маловато, конечно Ну да, такого бестмастера у них в команде нет Им тяжелее с этим виженом бороться как-то Ну, в целом, давайте посмотрим по этим билдам, что ли Там графики, графики говорят, что вега впереди, да, немножечко, да, тысяча Ну, по золоту чуть-чуть, по опыту чуть-чуть Пока ровная игра А вот антимаг не нафармил себе на свой БФ Тяжеловат все-таки Артизи Ну, в принципе, на финишной прямой Или вот тут он купил себе хадрес с намеком на Владмир какой-то дальше Ну, скорее просто для регена, а потом уже сделает из него Владмир О, этот маг загулял Маг Беги, друг Брат Никак не спасти Прилетело к нему что-то? БМ Блэйдмейл Не, БМ уже был Был? Был Смог, возможно, тогда Или ТП Верно, смог или ТПшечка, да Маг немножко заспейсил На самом деле, конечно, просто нафидил А ты знаешь, это еще один звоночек для Вега Складрон Что пора заняться Виженом Потому что прям под Вардом гулял Так, вот тут все разворачивается А был под жутким замедлением Оп, залетел из пласт Но почему-то Бесмастер не поддержал Странно, что Бесмастер не пошел Но он, видимо, подумал, что не просто так разворачивается Дазл Кто-то стоит у него за спиной Но не будет же Дазл, он же не псих, идти на Бесмастера в атаку Оказалось, что он псих Оказалось, что он вот, да, перемайн геймил здесь А, ну, Ван далековат, конечно, был Ну, кстати говоря, осталось 1400 монет всего лишь До покупки своего аганима Такого столь заветного аганима, да, и очень хочется, конечно, эта артефакция быстрее привести Так, Сумаил, очень неудачный блинг Очередной раз Не попадаем Второй обливин прикупил себе сразу Сумаил Да, Орхид осталось не так много, лишь только на свиток подкопить Хорошая Хорошая ракета земля-воздух Оооо, Рошан? Рошан, внезапно Лили? Не знаю, по-моему, как-то очень авантюрно Такое ощущение, что хотят просто стянуть сюда Ну вот смотри, сейчас летит Айз Пласт Рядышком Бестмастер, но в целом не особо верит Потому что там может появиться противник А он сейчас поверит. Поверит и может пытается помешать. Просто под медалькой довольно тяжело Вега пробивает Порошана. Он у Ванжки нет аганима. И тяжело драться. Сейчас зомби поставят тамбу на ХГ и все. Есть Sonic Wave. Ракетка залетела, подбила Соколу. Еще одна ракета. Земля-воздух. Земля-воздух, да. Бессмастер пошел. Точнее пошел его кабанчик. Кабан в разведку. Есть Смог, который тут же палится. Рокетберед же прожил Паша. Окей, повершоты залетели. Тяжеловатый Гега, конечно, но они так вот немножко мешаются. Лучи. Вот Лукшот. Ахмага пошел. Юниверсу закрывает прям в скоте. Ставит в Томпсон. Без шансов. Бессмастерович там связали с Шоколшотом, с кабанчиком. Это было так, на самом деле, забавно. Они вот, ну, не собирались Вега забирать Рошана. Они просто стояли. Ну, ну, выходите. Ну, выходите. Выходите. Мы ждем вас. Пошла ульта. Вуноуана. Реакция. Прима. Паша пострадал от Рошана. Баш еще один пролетает. Sonic Wave. Поки. Этот Рошан не прощает. Сумайл залетел. Рановато слишком. Отправляется в таверну. Аегис забирает в ноги Верочка. Четыре героя Вега живут. И можно кого-то поймать. Нет? Или нельзя? Как ты думаешь, кто убил Герокоптера? Рошан? Рошан. Он дал ему три баша. Три баша прописал Герокоптеру. Рошан. Ну, в данной ситуации это, конечно же, плюс. Потому что, если вы не Рошан, то убила Квапа. В итоге Квапа не получает ничего за Герокоптера. Сумайл умирает. Юниверс еще до этого выцепили. И забирают Рошана и Аегис. Виндренджер теперь с Аегой. Ну, и можно за счет этого давить. Так, давайте смотрим, как Вега играет против всех героев, что есть в ЕГЭ. С Бейном самые большие проблемы. Вообще, знаешь, везде успешно. Практически. Ну, против аппарата тяжеловато дается. А, против Бейна. На остальное здорово. Квапу, БМа, антимага они не боятся. Нашли Герокоптера. Ну, Паша подсел на фит немножечко. И вот из того, что он погиб от Рошана, Аегис достался не ему. Поэтому сейчас он погибает и не возрождается моментально. Да, Паша, на самом деле, очень много уже наумирал. Причем вот последние пару смертей вообще были ни к чему совершенно. Но забирают его через Финцгрипп и Ультимейт Бестмастера. Нужно теперь опять ждать Пашу, чтобы куда-то выходить. С другой стороны, и ЕГЭ не особо что-то могут противопоставить, пока у них нету этих двух спилов. Фармит антимаг. Да, ЕГЭ вот создали спейс для Артиизи. Вот что важно. Он БФ себе взял. С БФ он будет ускоряться в разы. Он сейчас просто всю карту фармит. Уже и эншитов, и эншитов, нейтрал, нейтрал, что угодно. И Владмер появляется тоже очень быстро. И топовый Нетвордс. Вот чего стоит бояться. Отрыв уже от Герокоптера составляет там 2600. И это только начало, да. Дальше появится Монта Стайл. Ну мы знаем, этого самого Артизи, на антимаге, есть чего опасаться. Паше нужно дать фарму. Где-то взять фарму Паше. У него еще такой айтем билд, то есть у него не особо фармящий айтем билд. Такой соу-соу. Уит Апарэйшн попадает в зомби. Очень неприятен аппарат. Не попал он в зомби, там только Айс Вортакс висел, успел дойти соло. А, не попал. Ставит в томба. Заберут. Должны забирать вышку. А там план перехвата, посмотри. Но Ван с Магом в спину на Артизи. Артизи будут перехватывать. Дает он блинк. А про мячевое решение, если Маг ходит, кукшотом будет очень круто. Маг отменяет разок. Бит на Артизи. Шекл, где Шекл, где Шекл, где Шекл, где что-то. Скрипы мешают пока Маг. Маг целится. Маг дает хороший кукшот в Артизи. Шеклшот не связывает. Уставится Коги. Артизи снова делает блинкаут. Неудачная попытка зацепить. Неудачная. Да, тут уж прям вообще деревьев не было. Параллельно с этим сносят вышку. Все в соло. Бедный, бедный Алексей. Он стоит до последнего, бьет просто Тавр. С рассказом собирается. Маг ныряет дальше. Сцепили также еще и Даззл, это минус 2. Сайллс уже есть у Клопы, поэтому Даззл не выживает. И еще и вышка динается. Да, неудачный выход на Артизи. Но Веги нужно поаккуратнее сейчас сыграть. Уж как-то слишком они наглые. Антимага хотели убить и вышку забрать. Ну уж, если вы не убили антимага, то отступите снизу. Ну да, как-то вот без двух хор-героев идти пушить. Такое с удовольствием получилось. Ну вот там что-то герокоптер подстрял, тут Даззл с андайингом. Ну, что-то подрослабились. Такое ощущение, что 2-экспадрон не самые крутые командные решения. И вот такие вот перемещения. Артизи сбивает ультимейтом ТП Клакверку. Но в целом это просто немножко времени он выиграл. Потому что Клакверку давно отступал на базу. И забрать его здесь не получается. Очень крутые варды стоят у ЕГЭ. Очень много у них вижены. Из-за этого самые большие проблемы у Веге. Если взять какой-то гем, поставить себе хорошие варды, может получиться получше. Ну и обеспечить фарм герокоптеру. Пусть хотя бы БКБшку свою нафармит. БКБ, да. Вану желательно иметь какой-то блин, чтобы под нужным углом связывать противника. У ППД проблемы. Он сейчас очень нагло сыграл. И скорее всего он сейчас подставится. Ну, увидит его. Брошет Шеклзбинт. Он еще плюс ко всему поставил вардец, который был под вардом противника. Поставил еще один сатришник. То есть эти два варда должны быть просто-напросто снесены сейчас от Веге. Но пока за ним гоняются, Артизи фармит. 5 спейзли, антимнага, отрыв. У него уже составляет от ближайшего кор-героя 3,5 тысячи. Но это во многом из-за того, что Паша просто умирает. Сейчас вынесет БКБ и Вега пойдут в атаку. После чего гирокоптер должен будет получить это золото каким-то образом. Иначе антимага здесь будет не остановить. Почему-то вспоминает сразу же первая карта, когда в Веге тоже вроде играли первым номером, доминировали. Но вот ЕГЭ вышли в лейт и стало совсем все плохо. Вот не упустить бы сейчас из виду антимага. Гирокоптер гирокоптером, конечно, но против там 500-го антимага будет очень сложно драться. Может быть, ускорится Вега чуть-чуть в плане своих активных быстрых. Ну, нормально. Верка пушат с аганимом довольно быстро. Сносит вышку. Нужно отступить. Пошла ульта аппарейшн вниз. Тут антимага. Еще фраг отдали, а тайга. Да, тут антайн погибает. Ну, с ценой своей жизни за Дефил Тавр. Ну, это плюс деньги для Аэма, который Яшу имеет, 1300 голды. Тихонько выходит в свой манта стайл. Заканчивается Аегис. Там Бестмастер, кстати говоря, тоже в некрономиконы третье скоро совсем выйдет. Не так много монет ему осталось. Тоже только неприятный. Ведь раз в замене он все равно успеет дать с Примал Рор, дать некрономиконов, кабанчиков каких-то. Вся эта вот гопша будет идти на противника и уничтожать. Артист Мирку и нагло. Смотри, что делать. Ну да, он видит, что двух пор героев нет. Он начинает бить просто вышку. Но не ведутся на это. А Вега аккуратненько они играют. Ни в коем случае здесь не нужно лезть вперед на этого Аэма. Минус команды ЕГЭ в том, что у них один антимаг. В то время как у Веги чуть герои более ровненько идут. Маг. Маг встают коги. Маг потерян. Маг получает слип. Не уйдет. Тавр потерян. Маг потерян. Да, зл потерян. Соло сюда же передвигается, отдает Тамбу. Кутаж ты, Соло. Ну зачем спасать Тамбу? Ты же один. Ну, Соло. Ну, куда ты идешь? И давайте, давайте. Пойдем сейчас будем конвейером нападать. Залетают вдвоем. Три тиммейта в таверне. Хорошо, можно подраться. Кулдаун залетает. Ну, тут вроде пока обошлось. Шеклэшот неудачный. Отступить. Отступить. Что не делаю? Просто аккуратненько отступить. С ума его ходит. Антимаг. Вряд ли будет здесь разряжаться. Еще раз фортификейшн использует, потому что Юниверс тем временем снес вообще вышку снизу. О, как много эксплодрома. Да, они хотели выиграть немного времени для того, чтобы их хоры снесли вышку сверху. Вышка снесена была, после чего зачем-то они решили выиграть еще немного времени. И это уже было ошибкой. Шли по графикам с отставанием всего 3000. И после потери двух ТВ-ров и трех героев, конечно, их отставание увеличивается. Очень серьезно. Да и денег опять долять. Мага, бейсмастер накопился на третий микрон иконы. Так, а теперь про ЕГЭ против персонажей от Дега Сквадрон. Но винрейт у них немножечко похуже. И совсем плохо получается играть против Фандайн ГВР. 33% всего лишь. Ну и сейчас биться за Рошана. Вот выход в смоках, биться за Рошана и идти как-то напрягать. Потому что герокоптер купил БКБ. С БКБ быстрее фармить он не будет. Это вообще не тот артефакт, который ускоряет тебе что-то. Все, что позволяет делать в БКБ, драться. Так, давайте драться. Давайте устроим эту драку. Так, Вега, что будут делать? Значит, смок прожимает, пока на топ ищет какого-то загулявшего Артизи. Да, я вспоминаю, как на Интернешнле были все звуки рун, поднимаемых, отключены. Отключены, потому что только что на всю Ивановскую разорался Клакверк. Но надеюсь, что этого не было слышно. Артизи выходит чуть-чуть вперед. Да, но не попадается. Монта появилась уже. Наконец-то Вега поставили в Орды. Ну, наконец-то. Теперь у них есть хоть какой-то Вижн. Заходит Клакверк. Особенно в чужом лесу. Там три ворда такие классные встают. Ну да, свой-то им в принципе не особо нужно контролировать. Они стягивают соперника. Бук просто без Аегиса. Ну, это легкий улын. Но с другой стороны тянуть уже дальше тяжело. У Антимага все еще нет Блокинг Бара. Да, но Антимаг тебе не даст запушить вот такими штуками. Шекл не в того, в кого нужно. Иллюзию. Ну, хотя бы хоть как-то. И вот так вот уводит на себя Антимаг. Пяти героев в Вега Сквадро. Не подцепить его пока не получается. Маг. Вот Хукшот готов был. Вот сейчас Верка с Блинком. Может попробовать. Есть Хукшот в Артизе. Шекл связывает с дальнему деревцу. Неплохо через Фокус Фаер надо пробить. Еще Гоги ставится. Есть Дизейбл. Но плотненький, плотненький Антимаг. Дальше нужно продолжать погоню. 430 ХП у него все лишь осталось. Но Ман ускоряется. Под Линраном Артизе снова делает Блинкаут. Куда-то влез. Это Пау сразу прожимает и сбить-то нечем. За Фокус Фаер не убить этого Антимага. Да, немножко. Ну там даже если бы все идеально сделали, все равно скорее всего бы ушел. Не хватает просто уже артефактов, не хватает дэмэджа. Вот эта Манта, которая дает там немножко себе армора, немножко ХП. И плюс левел 17-й. Слишком много. Зарешало, да. Ну отрыв, отрыв. Опять же мы фиксируем отрыв от кор героев противника. И составляет уже порядка 6000 монет. Теперь как-то терпеть и надеяться на удачную драку. Не отдавать ни в коем случае Рошана. Потому что в 5 на 5 все еще сильные Вега. И в принципе лейт у них хороший. Но в данной ситуации они уступают много. Так, Фир. В спину. Может зайти. Тоже варды видим. Агрессивный стоит у ЕГ. Настолько же агрессивно, сколько оставили Вега в чужом лесу у варды. И вот так в итоге команда пытаются тут подловить. Есть наконец-таки Усумаил Аганим. Насобирал себе. Да, этого ультимата старался особо не давать. Чтобы кулдаун не шел. Сейчас у нас Верка купила себе. Ничего не купила. Ну вот в кристалле сквозь стандартная выходить. Урончик, урончик. Чтобы антимага была возможна забрать. Нужен дэмэдж. Да. Гем тем временем покупают Evil Geniuses. И контроль карты у них конечно будет классный. Но в свой лес пока не заходит. И только поэтому Вега знают, где находятся их соперники. Хороший лейнвард, который найти очень непросто. Хороший вард в лесу. И возможно на нем сейчас какой-нибудь смог разобьют еще Вега. Ну и битва за Рошана нам предстоит. Тут в общем-то все просто. Да, та самая стандартная битва за Рошана. Точнее сперва будет какая-то попытка заканкать и не подловить одного стерявшегося героя противника. Ну вот так решили на халяве. Залетает. Но Ван Шеклом сбил линку Рошану. Через фокус файр пробивать. Должна быть металька. Где металька? Повести метальку. Вот идет Сема. Сема дал метальку. И тут довольно быстро пробивают. Не догадывают судя по всему ЕГЭ. Да, у ЕГЭ есть яйца. Что я могу сказать. Единственное, что они могли сделать, это наверное вот так вот забрать Рошана. Потому что поймать никого не получалось. И соперник в любой момент мог бы забрать Рошана. Они просто взяли и пошли на Рошана. Ну в смоках, конечно. Это был очень, конечно, серьезный риск. Но. Риск был оправдан. Есть Аегис. Уже более-менее. Ну тут самое главное не то, чтобы Аегис достал самим Бега Складрон. Да, чтобы не забрали. Да, чтобы не отдать элементарно тому же антимагу. И плюс где-то возьмешь фарм дополнительный для героев. Фармить практически нечего. Везде бегают враги. Там в инвизе. Ой, сейчас тут могут, может, потерять Аегис. Ну ван. Саленс получил. Ничего не прожать. Аегис потерян очень-очень быстро. Ну размен какой-нибудь будет. Нет, два блинкера. Ускоряется. Но ван блинк произвал. Ну слишком, слишком далеко уже ушли антимаг и Фин оф Пейнт. Конечно, у одной там радиус бешеный 6 секунд кулдаун. У другого 5 секунд кулдаун. И их просто не взять. Очень тяжелая игра с точки зрения. Плюс в том, что вот эти блинки, они в драке вот именно урона не наносят. И в лейте это может как-то казаться. Но минус в том, что... Смотри, сейчас будет байт. Айсбаз залетает. И... И... Нет, не решились. А вот шоколшот. Да ладно, привязывать нужного. Фокус фаер пробивать надо. Дэмэдж, дэмэдж. Шоколшот, дальше маг. Еще немножко дать возможность артизи пробить. Есть минус. Красава. Браво. Как они сейчас закомбинили. У них вообще дизейблов нету. Но при этом они каким-то образом использовали все. Для того, чтобы этому антимагу продлить станчик. И забирают. И теперь что-то появится в арке. Есть кристалис. Хорошо. Теперь пробивать будет еще жестче. Антимаг. Вроде бы провязал мантастайл. Действовал очень четко. Но вот. Подставился. Подшиклся. Бывает. Это мне напоминает. У CDC была подобная игра на Инте. Где там вроде у вас какой-то тускар. Вместе с каким-то клакверком. Но в итоге они вместе дают стан порядка 5 секунд. Потому что пока он отъезжает на коках. Пока хокшот. Пока в воздухе. Пока сноубол. Суммарно получается очень жестко. Стоит все еще в арт. Может быть сейчас вылазка на Сему. Сема попадается. Стирают Сему. Вот та самая техника бесконтактного боя. Где-то издалека из Бласт. Прайм Алрор и Соник Вейв. Ну это Сема. Он дешевый. Бесплатный. То есть у него там ни денег. У него не... За него ничего не дают толком. Это не антимаг. Ну да. У него ГПМ 251. ХПМ 266. Один из самых слабых показателей вообще за... Ну 500 вот за него дали. Это конечно очень мало. С другой стороны почти не потратили какого-то времени. Да. Кстати есть тут даже меньше показателей аппарата. Я посмотрел на Питера Даггера. У него 169. Питер Даггер сейчас может встрять. Но побоялся Герохоптер. Именно по той же логике. Что Питер Даггер он бесплатный. А Герохоптер он... Много денег. Денег стоит. Да. 11-14 с временем счет. Подошла к концу 30-я минута этой игры. Напомню дорогие друзья. Что счет 1-1 в серии. Вега, Складрон, ЕГЭ столкнулись в первом раунде сетки винеров. Третья решающая карта. Победитель. Как минимум уже топ 5-6. В первые было 3 дня. Но оно какое-то супер получается. Эпичное и долгое. Жесткое, жестко согласен. Очень жесткое. Так вот сейчас Герохоптер решил купить себе такой артефакт. Который покупкой контур одного артефакта. Законтрит как и Герохоптер, так и в принципе в эрочку. То есть элементарно паяется МКБ и уже будет не так круто. Метерфляй. Да. Юниорс там вообще сидит в лесах. Под смоками ВРК свисит Ястрид. То есть такой вырубил себе полянку. У меня своя дота. Если в этой карте можно расчертить это. Видит Байна. Можно попробовать. Бэйн. Кукшот. Но должны забирать. Ой, какой Форстав-то получился жесткий. Ладно, Фир. Неужели уйдет? Фантастика. Да, да. Форстав хорош. Хотя Маг делал все правильно, но не успел он до Форстава использовать Коги. Если бы успел. Ну то есть в Когах запирать нельзя. Нужно вот именно откидывать назад. Владмир собирает себе потихонечку зомби. Ты вот сказал про то, что МКБ законтрит. А Антимаг пошел нас в супер-сейвплей. То есть сделал так, что его вообще ничто не ловит. Он взял все линку. Он с этим ультимейторбом уже минуты 3 как бегает. Там 4, то есть он прям сразу показал, что будете брать. Все-таки очень страшный шикл-шоты, по всей видимости. Ну вот через крипов его можно попробовать вязать. Ну конечно, да. Его ловить и так тяжело, когда у него линка, его ловить еще тяжелее в несколько раз. Да, какие точные способности здесь вообще могут сбить эту самую линкен-сферу? Если посмотреть, такус фаер, но это не вариант. Не вариант, его нужно оставлять. Первый даззл слишком долго. Сол рип. Сол рип. Сол рип и все. Все, да. Не, на самом деле линка-то получается очень-очень крутое решение. Ну да, он становится неуязвимым официально. Антимаг единственный герой в этой игре. Чей пидрейт на ланах. Этот патч составляет 60% больше лист. Интересно. Так, файмурор. Тереть на Пашу. Некрономикону грызут. Паша подставился. Сониквейв без шансов для Паши. Паша погибает без байбека. Ну вот он сильный бестмастер-герой, который буквально за один спелл тебя вырубает за счет Некрачей. И здесь, конечно, бабочка позволит хоть как-то жить, потому что пойдут миссы. Но да, забирают сейчас герокоптера. Дефиться нечем, драться нечем. Теперь просто смогут забирать все, что им угодно. У ЕГЭ здесь колоссальное преимущество. Оверпик, конечно, суровый. Темно, окошко. 2,500 уже денег имеет. Без печали грызет он CR2. Пытается, ну что-то мы как-то откидываться. ВРК, ну хоть какая-то попытка немножко предотвратить движение в свою сторону. Но 23 секунды еще есть. Я не думаю, что, конечно, ЕГЭ будут подниматься. Три аграунда не будут. А куда им спешить? В этой игре им... Ну, нужен был какой-то жесткий контролер. Шекл, да, пытался задоджить Монтой. В итоге не задоджил, но, в общем-то, да, Сол и Рип разбивают. Это единственное, что есть. Аганим у Клакверка хороший тоже артефакт для того, чтобы побыстрее откатывало. Там за драку можно успеть вполне дважды вписать. Даже Ганга и Антимага того же ты можешь успеть дважды. Но нужен контроль. То есть здесь пока не появится обилие каких-то Хиксов, игра в сторону Веги вообще не изменится. Просто потому, что они не смогут навязать ни одной драки. Все, что им остается, это вот так вот сидеть и фармить крипов, которые подходят к хайграунду. Но у врага-то Антимаг, он фармит гораздо больше. У врага Бестмастер фармит тоже быстро с травелами и блинком. Ну и знаешь, вот такого рода игры было достаточно уже сыгранной профессиональной этой сцене. И вот когда в глубоком-глубком лейте ты, казалось бы, очень серьезно страдаешь от Антимага, один шикл-шот. Один шикл-шот он может просто Антимага не почувствовать. И это действительно так. И Вега это прекрасно понимает. И Вега сейчас просто сидят на базе и стараются играть крайне аккуратно. И мы понимаем, что рано или поздно этот шикл-шот должен быть от Ноу Ванна. Связки с двумя героями, среди которых будет Антимаг. Накинуть, возможно, дебафы в виде Солокреста какого-то. И там, имея МКБ какой-то, ну какой-то урон жесткий с руки, можно будет пробить. Ну главное не умирать. Это очень тяжело. Не умирать, при этом что-то еще пытаться подфармить, это практически нереально. Но если получится, то да, шансы будут. Ну вот покупают хиксы. То есть ЕГ сейчас в любой момент выбирают, когда им выходить. Только ты выходишь с базы, либо Рор Бестмастера, либо Хекс Клопы. Все это под ульт-аппарата. Слишком жестко. Ну да, жутко, 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 жутко. Такое мы видели уже неоднократно, прям как даже этой карты. Ну а в ЕГ, я думаю, дождутся появления Рошана, до которого осталось там буквально пару минут. Да, Рошан, Аегис просто зафармить. Ну вот зомби сейчас. Зомби встрянет. Праймал Рор с большой дистанцией. Некрономиконы вызываются. Соник Вейд, Финс Грид, даже без Айс Бласта его забрали. Ну вот вышел, проиграл. Ой, Шукалшот и Фира. Фир Глимеркейп уже был. А Нован боится. Боится. Маг боится? Маг не боится. Маг залетает на Фира. Есть Сайленс на Мага. Форстап. Фир далеко себя не откидывает. Праду Шукалшот Сумаила. Разобрать, разобрать, разобрали. Ну просто красавцы. Как же они переключились на Квапута внезапно. Сумаил в шоке от таких раскладов. Да, и размен получается Квин оф Пейн на зомби. Очень выгодный для команды Вега. Даже без Фокус Файра ее убили. Ну вот Шукалшот. Вот сила этого нюка. Этого такого жесткого дизейбла. Вроде и Квапа бегает топ-2 на Творс на карте. Казалось бы, какая печаль может быть от Квин оф Пейн с тремя сильными артефактами. Ну вот один Шукалшот и пожалуйста. Шанс, конечно, для Веги то, что ЕГЭ не покупают себе на аппарейшене какой-то Мидас. И он еще пока что не так сильно поднялся. Ну и, в принципе, можно по этому играть. Вот, конечно, антимаг превосходящий на 10 тысяч. Это слишком много. Но здесь нужна ошибка врага. Безусловно. С другой стороны, если посмотреть на графики, вот те самые 10 тысяч, они содержатся как раз только в антимаге. То есть остальные держатся на муру. А все это в одном герое. Один герой, тот не выигрывает. Его законтрить вполне можно. Ну, он взял, конечно, такой вот артефакт, Waterfly. То есть ему довольно тяжело его будет убивать, пока не появится МКБ. С другой стороны, он и сам убийцей не станет. Да, фиксировать противник по-прежнему не может. Все это для того, чтобы Бэйн или Бесмастером постоянно отмогал драки. Сам по себе Соло не убивает, это правда. Ну что ж, нас надеется теперь, что успеют ребята из Вегас-Кладрона купить себе МКБшки. Герокоптер выходит ли в него? Ну, пока бабочка только. Ну, очень мало они фармят. Они просто вот с пятером идут, фармят одну линию. И выйти тяжело, потому что у ЕГЭ такой контроль. И, ну, что-то сделать тяжело. Здесь вот каждый выход, каждый какой-то там битва на Рошане, выигранный Рошан, просто забранный Рошан, и еще лишние 10 минут фарма, они дают много. Потому что герокоптер с бабочкой МКБ, это да, это уже будет сила. ВРка. Вот на месте ВРки, вот я думаю, что Нуанг скорее так и делает. Он купил Demon Edge, Кристалис, но он не будет доделывать Daedalus, он доделает себе сначала МКБ. Потому что Кристалис и МКБ в разы больше урона по бутерфляю, чем Daedalus и что-то еще. Правда, сейчас Нуанг может умереть? 5-1, остался команды рядом, нет, Нуанг, ну что ж ты делаешь? Через Blink, Primal Roar, Sonic Wave, Ice Blast, но это проходили неоднократно. И зачем-то Соленшу тоже подставит, получает Слип, ставит Том Стоун, который разбирает пока он в Слипе. Отдать, отдать. И убегать, просто убегает. Сумаил пошел дальше кого-то цеплять. Сема здесь, Сема, Кекс получает, но по одному, просто по одному подставляется Вега. И дальше ныряет Сумаил, там еще Витингера, Коптер. Пропеллеры сзади, нужно догонять его. Вот нет, обессалбейт у Артизи, поэтому не сможешь догнать. Да, ну уж Дазл совершенно зря. Артизи тут уже просто не знает пощады. Есть еще Финсгрипп, можно бить вышку. Такая халява. Халява, ну а что поделать, большое преимущество. Нуан буквально одного крипа там добивал, уже думал, как он уходит, уже видел это. Но, конечно, хороший кулдаун залетает. Забирает Тир-3, Артизи просто его лупит. Пытается как-то герокоптер через Флек его прогнать. Не получается никак. Артизи сейчас половиной здоровья. 17 секунд. Верка, правда, имеет байбэк, но без суппорта драться лезть не хочет. Сторону просто отдают. Минус, нижняя линия у Вега-Сквадро. Думали еще остаться подраться, но, конечно, без Верки это абсолютно нереально делать. Поэтому так долго уходили. И красавцы ЕГЭ, они пошли дальше, дальше и дальше. Вот как раз-таки как Вега в прошлой игре наказывать. Появляется тут же Рошан. Естественно, Вега на него выйти не смогут, потому что... Да, знаешь, побегут. Побегут, побегут. Ну, значит, это будет последняя драка, если они ее проиграют. Ну, надеемся на какое-то чудо. Они не успевают, судя по ощущениям. Клак вверх. Ну вот маг. Фир стоит специально. Слип дал. Ай-яй-яй, мага ворваться не может. Слукшот дает, и Рошан Артизи успеет и добить Сумаил. Здесь зад добивает. Остается Аеги с Китов Пейн. Ноу Вана поцепили Соник Вейв. Ноу Ван из Дзейбла не вышел. Просто растопдал Артизи с помощью своего ультимейта. Съедает сыр. Фулл ХП уже. Минус три сделали. Погибает. Также у нас Герокоптер. Это минус пять. Агут Геймбал Плейт в ЕГЭ выигрывают эту карту и этот матч в целом. Ну, слишком слабо провели стадию лайнинга вега для такого пика. И потом, при равных ситуациях, просто нечем было ловить антимага к вапу. Очень тяжелый. Ну и ошибочки, ошибочки. Вот этот вот герокоптер подставил своему лесу. Ну, Ван погиб. Вслед за ним суппорты. Ну, вот это все. Это все без драк проходило. Это все просто оттачи. Я думаю, это уже как следствие отсутствия мап-контроля, которого с бестмастером было всяко больше. Ну, согласен, что по макро просели в третьей игре тоже. Но, тем не менее, выступление достойное. Падают лузера и нужно теперь биться. Весь турнир еще впереди. Да, Evil Genius 2-1, но я думаю, что такой результат встречи, он, скажем так, отрицательно положительнее скорее, чем просто отрицательно. Он заведет, надеюсь, вегу. И аналитики наши говорили о том, что вега-сквадрон, даже если вдруг попадут в лузера, они все равно там будут пробиваться очень далеко. И матч против ЕГЭ, в принципе, показал, что вега способны драться и способны убивать практически любую команду.